МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общество несколько столетий окончательно развалилось. Мы давно сидим и смотрим прямо в глухую стену. Сначала о предыстории этой акции. Призрак американского империализма ходит вдоль границ России. Хотя и он не настоящий. Сейчас мы близко к городу Широкино, и это плача нашего страны. Открытым текстом признаю, картинка красивая. Это видео мы сделаем специально для Дмитрия Киселева. Привет, Дмитрий. Это, на мой взгляд, сенсация. И здесь, пусть в отраженном свете, но мы видим... Развитие общества забуксовало. Лейтмотив разговоров – пора валить. И по зубам дадим. Что-то регионального уровня до уровня местных жеков. Только денег дайте побольше и поскорее. И другие весьма интересные, в том числе и для граждан России, детали этого дела. Только смысла в этой показухе. Никакого, кроме как заверить американцам. Я надеюсь, что ваша версия не войдет в учебники, в российские учебники. Мы работаем над этим. Но так работает второй слой. И работает. На сегодня все. Все главные события новой недели мы обсудим вместе в следующее воскресенье. Если для кого-то это еще секрет, то чтобы не разглашать, я скажу тихо. Если хотите узнать правду о России, не забудьте выключить. Первого канала НТВ, РТР Планеты, Россия 24. Думаете, действительно выжил из ума? Для нас важно, как и почему это произошло. Смотреть сегодня в программе «Факелы в Киеве. Горение в Москве». Националисты устроили факельное шествие, выкрикивали антироссийские лозунги и в буквальном смысле воспевали нового героя. Новогоднее чудо на федеральных каналах и развеселая говрочка. Поздравление в стиле БДСМ. Наши разносторонние связи с Российской Федерацией будут крепнуть день ото дня. Уверен, что Новый год станет годом достижений. Как в молодых республиках Новый год отмечали. Жители со всей республики собрались на главной площади столицы. Наступил что. Без виза не будет. Сколько было уже за эти три с половиной года сообщений о без визе? Точно вот сейчас в июне посмотрим эту программу, точно говорю, ничего не будет. Томас не дадут. Смешные обломы. Внучат бабы Ванги. Вот вы Томас упомянули. Какой, к черту бог? Никакой церкви не будет. И фронт вранья. Спецслужбы Украины придумали способ, как не платить своим агентам за помощь в войне против Донбасса. Свежая ляпы кремлевских каналов с передовой. Служба безопасности Украины пробует работать, используя свои криминальные связи. Это антизомби. Территория без пропаганды. Нового сезона ждали все. Поэтому я очень рад. Ласково просово. Ждала наша новая любимица Майя Эскобаровна. Я регулярно вижу тебя, Антона Антизомби. Ждал, притопывая от нетерпения, и красно-черный небандировец Бенес. Здравствуйте, уважаемые товарищи, трудящиеся в Украине! Даже юляхи с антифашистом Микола Бимбович, так сказать, в честь этого дня, молодежный ковтец прикупил. Секретные материалы, громкие заявления и когнитивный диссонанс. Да че уж там, вся база НАТО в Эстонии. Устав от режима отпускники радостно принялась отсматривать запоребриковые новости. На Украине. На Украине. На Украине. Я украинцев обсуждал. На Украине. На самой Украине. На Украине же. Украину наводняют оружием Пентагона. Украинский кризис. На Украину. Политический вес Украины. В общем, давайте по классике. Печеньки в радость, антизомби в сладость. Эпизод 183. Поехали. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Моемся. Новый год, как известно, это время чудес. Но если раньше новогодним чудом за поребриком считалось напиться с друзьями в бане в Москве, а очнуться в Питере с чужой бабой да заливной рыбой. Вот это не рыба. Не заливная рыба. То топереча у соседей по карте чудеса несколько иного плана. Вместо новогодних фейерверков фаеры факельного шествия. В этом марше ненависти приняли участие около 9 тысяч человек. Если кратко, свеженькое чудо можно описать примерно так. Каждый Новый год 1 января один зажженный факел в Киеве необъяснимым образом поднимает температуру в сотнях российских диванах. Более тысячи представителей различных националистических организаций собрались сегодня в центре Киева. Националисты устроили факельное шествие, выкрикивали антироссийские лозунги и в буквальном смысле воспевали нового героя. Подобно ракетоносителю на водородном топливе негодующие уропатриоты взлетают прям к люстре. Да-да, факел в Киеве подгорает по всей Россиюшке. Вот что это, если не новогоднее чудо? По центру Киева прошло факельное шествие. Украина впервые на официальном уровне отметила годовщину рождения Степана Бандеры, лидера националистов и пособника Гитлера. Факельное шествие прошли сразу в нескольких городах. В Киеве даже две акции. Причем вот на этом этапе мы бы очень хотели помочь ребятам в их священной войне с факельными шествиями. Ведь на самом деле фашисты-то куда ближе, буквально под носом маршируют. В центре Волгограда прошла очередная акция националистов. Факельное шествие. Оказывается, чуть ли не в каждом российском городе проходят марши с факелами. Причем почему-то безо всяких истерий. Даже видный фашист Зюганыч со своим олдскулом вон как лихо отжигает. Но чистый тебе фашист, каратель, правосек. Но это так, к слову, от двойных стандартов. Впрочем, справедливости ради надо признать, что далеко не все ура-патриоты начинают Новый год с Украины. Вот вам, пожалуйста. Ну чем не мероприятие на праздничное утро? Крестный ход за трезвый образ жизни. То, что крестный ход решает ровно все проблемы, начиная от обнаглевших гаишников, заканчивая куклюшем и свинкой, в России доказали давно. Идут крестным ходом для снижения числа ДТП. На каникулы с Богом. Из учебного года на каникулы они идут крестным ходом. А ежели в крестном ходу участвует Поклонская с иконами, то мощь его увеличивается многократно и соответствует, как минимум, ракете средней дальности. Потому что для меня это тонкая большая честь. Мы все пойдем крестным ходом. Но в случае с крестным ходом против пьянства нас позабавила сама дата мероприятия. Ребята, а смысл 1 января? Или лохов 31 декабря бороться с пьянством нету? Крестный ход за трезвость прошел в Петербурге 1 января. Не, мы ни на что не намекаем, просто есть скромное мнение, что крестный ход конкретно 1 января – это тактическое оружие, способное перегаром сбивать не только ворон, но и вражеские спутники. Хотя, возможно, именно в этом и был весь хитрый план. Однако, если вы после бурной ночи все же планируете пойти на крестный ход против пьянства, просто запомните – зимой, во время массовых мероприятий, главное, что – верно, не наеба… пасть. Ну да, не наебасть на льду. Ведь в стране, где круглый год по телевизору обсуждают проблемы ЖКХ в Украине, брякнуться зимой можно прямо на замерзшие духовные скрепы из отходов жизнедеятельности населения. Непроизвольный выброс нечистот из коллектора произошел 26 декабря в преддверии Нового года. Вода текла из насоса ровно два дня. Этого времени хватило, чтобы на улице Алексеевской села Чигири появилась вот такая наледь. Вот эти фекалии, а вон пресловутая горка. Но больше всего в этой истории нам понравилась фотография. Местная ребятня, нисколько не смущаясь, превратила содержимое всех унитазов района в развеселый аттракцион. После чего, нам кажется, русский язык можно смело дополнять новым словом «говрочка». Но, например, «Ах, кто-то за говорочки спустился!» «Наверно, милая, мой, идёт!» «Бис!» Здесь, конечно, нужно понимать, что шутки шутками, но каждая такая, извините, «говрочка» — это не просто радость российской детвори, но ещё и элемент как минимум оборонительного характера. «В Петербурге придумали танк, аналогов которому не было. Боевая машина стреляет экскрементами». Местная ребятня, нисколько не смущаясь, превратила содержимое всех унитазов района в развеселый аттракцион. После чего, нам кажется, русский язык можно смело дополнять новым словом «говрочка». Но, например, «Ах, кто-то за говорочки спустился!» «Наверно, милая, мой, идёт!» «Бис!» Здесь, конечно, нужно понимать, что шутки шутками, но каждая такая, извините, «говрочка» — это не просто радость российской детвори, но ещё и элемент как минимум оборонительного характера. «В Петербурге придумали танк, аналогов которому не было. Боевая машина стреляет экскрементами». Утром детишки катаются, а вечером вдруг «Опача!» и пиндосы на родимое отечество напали. И вот тут-то хитрые кибальчиши разбирают «говрочку» на снаряды для танка. «Убить фекалиями вряд ли получится, но вот что точно сломить дух». Ну а пока на исконно русские скрепы никто не покушается, печалиться не надо. Ежели не в армию, так в культуру завсегда можно вложиться. Никто же не забыл феноменального якутского самородка и его скульптуры, да? «Гигантского петуха из навоза слепил Михаил Боппасов из села Уолба». Такие скульптуры Михаил делает каждый год в преддверии китайского Нового года. «Да-да, мужичок снова порадовал свежими творениями. Прямо вот нельзя теперь и Новый год в России представить без ёлочки, мандаринок и якутского циротели». Якутский умелец Михаил Боппасов слепил из навоза символ 2019 года. Ну а поскольку скульптор самородок явно перешёл в категорию национального достояния, думаем, что с петухами да кабанами пора завязывать. А браться за что-то глобальное. Можно, например, к следующему празднику гигантскую скульптуру нацлидера из воя. «Супер, просто классно». Да такую, чтоб смотрели пиндосы с Аляски и от зависти слюди пускали. А ежели скульптор поднапряжётся и, скажем, к августу работы закончат, то есть все шансы, что до буржуев западных и запах дойдёт. Ну а чё? Пусть, значит, ходят, морщатся, но помнят, что Россия рядом. Нет определённого сценария. Здесь человек может действовать абсолютно в другом, противоположном направлении. Пожалуй, не зря говорят, что Новый год – это лучшее время для самых неожиданных начинаний. Вот и канал НТВ, по слухам, решил максимально интегрироваться с Луганской народной. На юго-востоке Украины каратели постарались, новое свидетельство предоставило минувшая неделя. Это нормально, когда старики вынуждены идти в похоронные бригады. Для начала – акт о дружбе и взаимовыручке с известным луганским брендом «Морочка ЛСД». Это побочное действие абсолютно моё. Не верите? А напрасно. Ведь чем ещё объяснить вот такие перлы в эфире некогда уважаемого канала, где в своё время выходили куклы на медне «Тушите свет»? Миллионы граждан Соединённых Штатов стремятся уехать оттуда подальше. Стоимость жизни в крупных городах вроде Нью-Йорка в последние годы увеличилась вдвое. Короче, карасики, американцы-то у себя совсем избомжевались. В Майами даже Чурчхелу на пляже не продают. Да ширак горяченький, ищи-свищи в той Америке. Как там вообще жить можно? Уехать из Штатов мечтают чуть ли не до трети всех американцев. А пока миллионы американцев рыскают на сайте недвижимость Стаганрога, мы настоятельно рекомендуем депутатам Госдумы принять закон, где каждый желающий переехать в Россию обязательно должен сдать экзамен по знанию пророчеств Бабы Ванги. Вообще нужно всегда формировать у оппонента, особенно в кризисных ситуациях, ощущение неизбежной ближайшей катастрофы. Ему нужно внушать, завтра что-нибудь случится. Придет апокалипсис. Да, это уже клиника. Со старушкой, умершей больше 20 лет назад, федеральные каналы таскаются как дурни со ступой. Баба Ванга уже и конец Америки после Обамы типа предсказывала. В Белый дом придет черный человек и оставит после себя хаос и разруху. И о кролике белым стихом излагала. Будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет. Казалось бы, все, дно пробито. Но нет. Ведь мы же не зря говорили, что НТВ с морочкой ЛСД теперь не только опытом обмениваются. Ванга говорил об апокалипсисе, вот что Россия стоит как бы новым кавчегом. В общем, баба Ванга, оказывается, и по президенту Украины шаманила лет 30 назад. Что предсказала великая Ванга пятому президенту Украины? Широкая специализация была у старушки. Вижу мертвых, вижу катастрофы. Иногда их так много и они так быстро двигаются, что я не успеваю рассказывать. Причем самое потешное в подобных историях – это спустя время поднимать все кремлевские предсказания и обещания. Вот вы помните, например, почему хунта именно на Славянск вероломно напала? Страна, находящаяся уже в оккупации. Они здесь ничего не хотят спрашивать. Они чувствуют себя здесь хозяевами. О, бредцы, ничего-то вы не знаете. Ведь это вовсе не российские террористы мирный украинский город захватили. Это каратели затеяли бойню, чтобы добывать в районе Славянска сланцевый газ. Экологи приехали сюда, к скважине, сразу из нескольких регионов, в основном из тех, где иностранцы и планируют добывать сланцевый газ. И сейчас очень хочется уточнить. Ребят, так как там добыча? Сколько сланцевого газа получено? Скоро уже как пятый год с момента освобождения города пойдет. Но в ответ – тишь, кладь да божья благодать. Не барское это дело за слова отвечать. Они явно рассчитывали на какие-то вот народные волнения по этому поводу, ну, по поводу этого сланцевого газа, что оно потом загорится. Но не получилось. Ровно та же история была с Холодомором. Украина, где уже и снег повалил, оказалась не готова к зиме. Только птички начинают собираться в стайки и лететь на юг, как миллионы российских «Ура-патриотов» вместе с федеральными каналами начинают томиться в ожидании. Ёшки-матрёшки, ну когда же же замёрзнут хохлы? Запасов угля в стране осталось на считанные дни. Новый отопительный сезон обещает быть не из простых. Запасов угля, газа и других энергоносителей недостаточен. В России возникают опасения. Хватит ли газа в Украине? Угля и газа осталось на считанные недели. В самом деле замерзают настоящие коллапсы. Это ещё и естественно из-за отказа от нашего газа. Да не замёрзнут на следующую зиму все вообще, это однозначно. Причём, судя по вот таким новостям, лучше всего о замерзании хохлов думается, сидя в туалете, в шапке. Даже в туалет приходится шапки надевать. Коммунальщики оставили без тепла почти 200 домов на росточке. Теперь их отогревают огнемётами. Помимо холодомора, который всё никак не наступает, ванги-аналитики очень любят предрекать Украине развал и дефолт. Чуть меньше месяца до официального дефолта на Украине. Новый год Украина встретила в состоянии дефолта. Экономика Украины может полностью развалиться уже в самые ближайшие месяцы. Украине грозит дефолт. Ну а особенно сладко вспоминать и предсказания пропагандистов по безвизу. И визы никаких перспектив. Вот сейчас, в июне, посмотрим эту программу, точно говорю, ничего не будет. Патриоты Ваня и Маша у телевизора в оргазмах бились. Ай да Михеевич! Ай да молодец! Макнул Украф в горшок с реальностью. Такая бармалийская автофекалия. Процесс приобретает порнографический характер. Но проходит немного времени, и всероссийское ожидание перемоги неожиданно превращается в тотальную зраду. Европейский парламент выступил за упрощение визового режима для граждан Украины. Уже в июне граждане Украины смогут свободно перемещаться по странам Шенгенского соглашения. И что там теперь бармочет эксперт Михеевич? Да все нормально, пацан даже не обтекает. Просто делает пульбит в воздухе. Безвиз. Но это такая фальсификация. Это на самом деле в том числе обман всего населения Украины. Но, безусловно, рекордное число переобуваний говорящих голов Кремля случилось совсем недавно. Да какой, к черту бог, никакой церкви не будет. Будет религиозная война. Константинополь пообещал Киеву автокефалию, читай, самостоятельность, но потом. А это может быть лет через 300. То, что сейчас происходит, это не процесс предоставления автокефалии ни разу. Томас, хохлам, держите меня, семеро, и перестаньте смешить наши искандеры. Да максимум свечкой пол бы им дадут, да зуб даю. У вас некому дать, Томас? У вас никто не просит, Томас? Не будет никого автокефалия. Чтобы вы понимали уровень, подобного рода бравурные обещания выливались из российского телевизора на протяжении года. Вы можете представить, если это произойдет, что за этим пойдет? На что за столкновение, на территории Украины, представители, значит, Московцы? Религиозная война. Какая-то начнутся убийства. Ну а что не так? Все очень логично. О чем еще думать жителям огромной страны, как не о церкви в соседней стране? Чем закончилась вся эта бравада, знает каждый. Уверенной победой Украины. Православная церковь Украины получила Томас об автокефалии. Торжественная церемония прошла в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского Патриархата. А вот это уже чистое изнасилование, причем циничное. Это как в конце задачки принято писать ЧТД, что и требовалось доказать в смысле. Так вот, в истории с Томасом Оля Скобеева лично ЧТД собственным языком писала. Подавитесь своим Томасом. Для полноты картины Олюшке надо бы еще и ножкой топнуть, чтобы втекание было максимально полным. Ну а если серьезно, то на предсказаниях по российским каналам можно зарабатывать хорошие деньги. Слушайте этих балаболов и ставите наоборот. Это не предсказание, это попытка заклинания реальности. Не дадут, не дадут, не дадут, не дали. Черт. Это все-таки даже не Ванга. Это скорее такой вариант Кашпировского. Только очень неубедительного. С другой стороны, чисто тактически ставка пропагандистов на упоротых внучат Бабы Ванги вполне себе понятна. Конечно, проще страшилки про Украину шаманить, чем показывать свои проблемы. Цены растут. Рост цены на продукты. Мясо, молочку, яйца, птицу, сахар, хлеб. Народ нищает. Доходы населения России падают пятый год подряд. Граждане страны разочарованы. Молоко дорогое, хлеб все дороже. Да, по-моему, каждый день дорожает. Видали агентов Госдепа? Экстренно казачий отряд к старушкам отправить нужно. Пусть обыщут на предмет печенек в карманы. У нас пенсии маленькие. Мы едим хлеб и воду. Отечество родимое для них все делает. Вон, цельный депутат Виталий, который, по слухам, даже в Госдуме напевает тексты группы «Злой ой». Слава нашей родине и смертью врагам. Слава России великой слава отважным крутым кискинам. Теперь чисто для народа рэпчину зачитал. И не хочу, раз про геля и про наркоманов. Дальше пой свою музыку. Но следи за базаром. Нет, со злым оем он, конечно, куда был более убедительным. Может, даже более убедительным, чем престарелый рэпер Киселёв. Киселёв в эфире. Зачитаю о себе и о том, что происходит в мире. Но неужели старушки не понимают, сколько тот же рыжебородый викинг Путина по фамилии Милонов делает для них? Взять хотя бы те же девять яиц вместо десяти? Но россияне оказались шокированы, увидев, что яйца стали продавать не десятками, а девятками. Но по той же цене. Вообще выясняется, что недовес можно увидеть почти в каждом товаре. Либерасты всякие о зраде кричат и издевательстве над народом. Но настоящие патриоты знают, что чиновники исключительно из патриотических соображений решили яичко спи... Списать! Да, списать из коробки. Раньше в России было десять яиц, теперь девять. Осталось всего та самая девятка яиц, новый формат упаковки. Теперь это будет ячейка для патриотического воспитания. Открываешь коробку, а там девять яиц. А в десятом надпись «Крым наш». После такого яичница приобретает несколько другой, сакральный смысл. Так что тут чистая многоходовка. Как говорится, и патриотизм, и экономия в одной реформе. Да и вообще, разве будет настоящий патриот время на еду тратить, когда в Госдуме с барского плеча валежник холопом собирать разрешили? Мы наконец-то разрешим нашим гражданам собирать мусор в лесах, которые принадлежат всей нашей стране, земля. Валежник – это, ну, даже меньше, чем дрова. Ха-ха, короче, кто не в теме? Если вы идёте домой, и под ногами валяется некий дрын, то на самом деле это нифига не дрын, а стратегически важный валежник. Валежник. Собирать валежник сейчас запрещено законом. Это у глупых хохлов, где зверствует киевская хунта, дрын на улице – это всего лишь дрын на улице. А вот в Россиюшке за незаконный оборот дрына, ой, извините, валежника, теперь можно и срок получить. Получить валежник законно не так-то просто. Для этого нужно разрешение местной администрации, затем купить билет для сходя, а после ли с ним должен сделать насечку на каждом дереве. Не дай бог какой-то враг народа домой на растопку-палку длиной больше метра притягет. Вручную и не более метра. Почитав о таких нововведениях, вся наша база НАТО в Эстонии свято уверена, что в России назрела экстренная необходимость открыть новый контролирующий орган – Росвалежниконадзор. Всё дело в том, что в федеральном законе ничего не сказано о правилах сбора валежника в личных целях. Все эти правила в соответствии с законом должны быть прописаны в местных законах. Даёшь больше чиновников, даёшь больше контроля. Надо каждую палку от Калининграда до Якутска на учёт поставить, чтоб какая-нибудь бабушка валежника на растопку больше нормы не принесла. А вы ещё спрашиваете, с какого перепуга американцы массово в Россию ломятся? Сбежавшие из США американцы рассказали о жизни в России. Да вот же, вот же ответ. Валежник почти бесплатно, цены растут, 9 яиц, Милонов с Киселёвым рэп поют. Нефть дорожает, рубль наконец крепнет. Терезу Мэй чаще видит хмурую. Всё реже на камеру улыбается Меркель. Совпадение. Ха, не думаю. Да в такой волшебной стране каждый жить мечтает. Тем более они там в своей Америке ничего про ужасы жизни хохлов не знают. А Ванга, между прочим, этим шумером в нынешнем 19-м году потоп, коклюш и очередной дефолт обещала. Этой ночью некий вечно легитимный пенсионер Виктор из Ростова сильнее обычного ворочался во сне. Вроде же и водочки сотку другую перед сном накатил, а кошмары никуда не пропали. Ну, например, поворачивается на левый бок и видит во сне, как набирает по скайпу Люду. Зателефоновал мой супруг Виктор Федорович и сказал, ну как ты? Но вместо Люды вдруг появляется неизвестный мужик с усами, смеется так противно и говорит не по-нашему «Буэнус диас, Витя!» Остановитесь! Пришлось пенсионеру Виктору прямо возле кровати еще соточку дернуть для храбрости. Но и на правом боку спать легче не стало. Только закрыл глаза, появляется венок. И человеческим голосом говорит, ну что, карасик, помнишь меня? «Коля! Коля!» – соберещал во сне Виктор. Но вместо старика Азирова опять появился незнакомый усач. Мол, иди, бать, яичницу жарь, а я с венком разберусь. Короче, проснулся Янукович в холодном поту. Первым делом хоть телефон, а там сообщение от Суркова. Встречай гостя в тесноте да не в обиде. И куча смайлов. Побойтесь бога. Федорыч, конечно, рассверепел. Упала, понимаешь, это мадура на мою голову. Текс, надо срочно в ДНР звонить, пусть в поход собираются. Где та Венесуэла, фиг поймешь. Но ничего, до Лондона дойдут, а там дорогу спросят. Нужно его пройти, взять Британию всю как таковую. Да ёшкин кот, Захарченко штаву сломался уже. Не, можно, конечно, новоросских Касперов на Венесуэлу натравить. Мы будем приходить к вам мёртвые. Но стол для спиритических сеансов Виктор Фёдорович вывезти из Межигорье забыл. Короче, надежда оставалась только на Путина. Ведь царь-то просто гроссмейстер многоходовок. Он и в Венесуэле всех переиграл. Теперь срочное сообщение из Венесуэлы. Там, судя по всему, произошёл государственный переворот. На митинге оппозиции её лидер-спикер парламенту Пан Буайдо объявил себя новым президентом страны вместо Николаса Мадуры. Не верите? Судите сами. В конце 18-го года президент, мягко говоря, не самой богатой страны. У нас пенсии маленькие. Мы едим хлеб и воду, картошку. Больше нечего есть. Пенсия не позволяет прожить. Даже на еду не хватает. Где на полном серьёзе предлагают людям лечиться дубовой кору. Скорее говоря, кору дуба забавил. Вы знаете, я вам говорю, боярышки кайте сплёвывать. И гордо сообщают, что разрешают народу валежник собирать. Россиянам разрешат собирать валежник. Уже в 2019 году. С барского плеча выделяет, внимание, 5 миллиардов братской Венесуэль. По задумке сторон, 5 миллиардов долларов вложения помогут увеличить добычу чёрного золота в проектах, которые развиваются совместно с российскими партнёрами. Простыми словами звучит это примерно так. У бабушек заберём, Мадура отдаём. Спасибо русскому народу. Будем развиваться дальше. Россия и Венесуэла близки, как никогда. И ладно бы этот лояльный кремлюк-карасик остался бы в кресле, так нет же. Гонит народ нового легитимного как раз к Фёдоровичу в Ростов. Сколько там Мадуре мы заплатили за билет в Ростов? 6 миллиардов баксов? Неплохо-неплохо. 3 тысячи рублей с каждого россиянина. Нет, какой-нибудь городской суд Самары, конечно, признает Мадуру действующим президентом Венесуэлы на территории РФ. А Скобеева с Киселёвым, Соловьёвым и прочими ударниками пропагандистского фронта расскажут о бесчинствах американцев. Соединённые Штаты организовали ещё один государственный переворот. Венесуэли. Лидер оппозиции, которую американцы поддерживают, заявил, что теперь он законный президент. Американцы проведут спецоперацию с попыткой захватить Мадуро, а в крайнем случае убить его. Обязательно отыщут или памятники Гитлеру в Каракасе, или как минимум мальчика в трусиках с баллоном пены в руках. Но вот вопрос. Если отбросить в сторону все пропагандистские финты ушами, то очень хочется понять, а в чём конкретно победная многоходовка Путина? Всё-таки пять лярдов просортили. Да, пусть будет простили. Пять миллиардов долларов вложений помогут увеличить добычу чёрного золота в проектах, которые развиваются совместно с российскими партнёрами. Депутаты Госдумы приняли закон о продлине и заморозке накопительной пенсии до 2021 года. Инвалидам первой группы государство вообще решило не индексировать пенсии. Им и так много считают в ПФР. Но об этом холопам думать не нужно. Как, например, незачем им думать и о списании долгов по газу жителям Чечни. В Чеченской республике местных жителей освободили от долгов за газ. Понимаете, какое удивительное совпадение? Долги за газ есть у всех, а вот списали их только чеченцам. Решение простить жителям Чечни многомиллиардные задолженности принял Грозненский суд после иска местной прокуратуры. И очень хочется уточнить, а почему не, например, жителям Рязанской области? А, да, этих холопов никто не боится. Так что пусть батрачат и платят. Русский народ, он, как известно, победитель по жизни. Ну а пока жители Омска и Воронежа копят деньги, чтобы оплатить долги Чечни еще и заводу, самое время для нашего традиционного киножурнала. Короче, карасики, любое российское ток-шоу – это просто кладезь цитат для конопляжа. на пляшевских коротышей. Американский посол – единственное, что объединяет украинцев. Берешь перлы того же Соловьева на фоне свежих фотографий из Израиля. У вас власть, поэтому я и говорю, состоит из нацистов и антисемитов. Или вот, например, ловите наркомана. Может быть, евреи, нацисты, антисемиты в одном лице? Евреи? Да. И можно сразу же отбивочку ставить. С другой стороны, что бы ни нес Соловьев, вполне себе очевидно, что держаться возле маэстро как минимум выгодно. Вот, позывной Михеич, 4 года говорящий головой отскакал. Бармалийская автофекалия. Процесс приобретает порнографический характер. Крым, вы прос... А мы достигнем бессмертия здесь, на земле. И теперь, чего он свою программу получил. Здравствуйте, это программа «Кто против?» Это программа Сергея Михеева, его легко опознать, он высокий и красивый. Ковтун с Коротченко от зависти тут же сплетню пустили, мол, помимо программы Михеевичу ещё и ксиву младшего специалиста насосной станции выдали. Но здесь мы бы хотели поправить. Не на сос... А на болтал. Хотя, надо признать, что между классической насосной станцией и её инстаграм-вариантом разница существенная. Так вот, у Останкинской на болтной станции имени Скобеева и Соловьёва есть много общего сразу с двумя вариантами. Они, как и первые, гоняют сами знаете что по трубам. Но, как и вторые, делают это ртом. Конечно же, не обошлось и без истории для конопляша. Пляша из славной Новороссии. Там разыграли два, так сказать, классических сценария. Я забыла. А голову не забыла? Помните такую серию? А вот в Недороссии далеко не факт. Республику сразил страшный склероз. Так реально и голову забыть можно. О, батюшки. Короче, карасики, все же помнят, как Республика должна была завалить всю галактику автобусами своего производства. В Республике презентовали два автобуса собственного производства. Санчо Литл тогда ещё в роли шофера горцевал. Но вот что мы смотрим на этой неделе. Транспортная проблема мучает жителей Марьяновки уже около полугода. Говорят, терпели, но последний месяц ни в какие рамки. Один посёлок воет, мол, жить не можем без транспорта. Добраться до столицы вовремя просто невозможно. Чем уехать? Нечем забирать. Другой хвалится подаренными автобусами из России. Нами вчера были получены в городе Таганроге от благотворительного фонда три автобуса КАВС. И очень хочется уточнить. Так а где же обещанные автобусы местного производства? Или всю галактику завалили о себя того? Тю-тю, склероз напал. Хотя нам кажется, что всё было намного проще. Кое-кто получил денюжку из Москвы, освоил её. А вместо автобусов с Урковой компанией увидели донецкую версию отбивки того самого Яролаша. Ну и напоследок. Помните серию про «Тут рыбы нет»? Тут нигде нет рыбы. Так вот, в Донецке сейчас это очень актуальная история. Не-не-не, не надо рыть лунки на Олимпийском и Донбасс-арене. А кто это говорит-то? Кто-кто? Директор стадиона! Ну, хотя бы потому, что попасть в сказку можно даже на вполне себе реальных прудах. Мистер Родиниар. И вот это уже вообще ни разу не смешно. Вода реально горит, поскольку кое-какой мешок с гуманитаркой плевать хотел на модернизацию систем газоотвода. В итоге концентрацию метана видите сами. Нет, а да нет. И это при том, что часть шахт продолжают работать. А из-за метана могут взлететь в небо целые дома, как это уже было в Яковлевке. И что вы тогда скажете? Украдиверсанты, да? А вот здесь уже совсем не до шуток. Ведь пока донецкий филиал Останкинской наболтной станции набалтывает людям на уши отборную лабуду, их жизни вполне реально угрожает опасность. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.